здравствуйте вашему вниманию предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках и так сегодня в среду мы наблюдаем как на этих же самых рынках по-прежнему сохраняются надежды что на саммите большой двадцатки который пройдет в пятницу и субботу будет все-таки достигнуто соглашение между американцами и китайцами по таможенным пошлинам но здесь же также растут и отрицательные скажем так растет также отрицательный взгляд на эту вероятность которая объясняется многими экспертами тем что на саммите будет присутствовать сам дональд трамп от него можно ожидать всего чего угодно во всяком случае пока оптимизм является осторожным но с другой стороны и растет пессимизм по большому счету рынки не ждут пока чего-то прорывного от саммита большой двадцатки от переговоров между дональдом трампом и председателем си дземпином председателем кнр на этой волне на волне вот этих вот позитивных настроений позитивных пока еще существующих в целом ожидании мы и наблюдали последние дни рост спроса на рискованные активы американский доллар ранее был под давлением но после того как вчера заявил экономический советник белого дома господин кудлоу о том что необходимо и далее продолжать медленный процесс повышения процентных ставок а его возможно сегодня уже вечером может поддержать и сам глава американского центрального банка господин джером пауэлл о том что не следует прерывать процесс повышения процентных ставок на этом фоне можно ожидать возобновления довольно таки уверенного роста курса американского доллара с другой стороны мы наблюдаем как товарно-сырьевой рынок рынок нефти точнее говоря стоит на месте что касается валют товарно-сырьевой группы они также консолидируются в довольно узком диапазоне главной причиной по-прежнему является ожидание итога саммита большой двадцатки но что касается динамики единой европейской валюты и британского фунта я думаю что пары евро доллар и британский фунт американский доллар могут быть сегодня интересными и исходя из этого я хочу предложить вам две торговые идеи и так пара евро доллар с одной стороны на нее негативно влияет кризис в италии невозможность итальянских властей предоставить ну как как считать еврокомиссия вменяемый бюджет проект бюджета на следующий год и марио драги в своем выступлении на этой неделе в начале этой недели заявил что возможно европейский центральный банк будет покупать государственные облигации этой страны это является негативом для единой европейской валюты также негативом может послужить в общем-то не очень веселое скажем так заключение соглашения для британии по вопросу брекзита и здесь с одной стороны конечно евро может оказаться под давлением на волне опять же вот этой ситуации вокруг выхода великобритании из ес опять же ситуации вокруг италии с другой стороны что касается стерлинга то здесь тоже не все так просто но вернемся к едино европейской валюте и так на мой взгляд пара евро доллар может сегодня продолжить свое снижение после преодоления уровня 1.1280 к отметке 1.1215 и главной причиной как я уже говорил этого может стать позитивные для доллара заявление господина джерома пауэлла напоминаю главы американского центрального банка что касается ситуации с валютной парой британский фунт американский доллар я также полагаю что у нее больше перспектив для локального падения чем роста опять же на волне ситуации с брекзитом и на фоне возможной отставки терезы мэй во всяком случае в парламенте на нее точат зуб и действительно вот это вот противостояние в британском парламенте может привести к этому событию исходя из этого я полагаю что пара британский фунт американский доллар после падения ниже уровня 1.2720 может устремиться к отметке 1.2615 ну что ж вот такая картина сегодня формируется перед открытием торгов в европе мы продолжаем следить за ситуацией на мировых финансовых рынках а с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч